Всем привет! Сегодня получимся подключать разделы жестких дисков на конки. Вот здесь у меня виден только один корневой раздел. 50 гигабайт, 18 занято, 27 свободно, ну или 56 процентов, чуть больше половину у меня свободно. Вот идем в конки менеджер, открываем его для редактирования. К примеру, ну вот я подключу, у меня есть моя, значит, еще кладовочка. Я вот эти вот диезы раскомментирую, уберу, сохраню. И у меня сразу виден раздел 492 гигабайта размера, занято 11,4, свободно, 456 или 92 процента моей кладовочки, свободно. Таким же образом я могу раскомментировать вот разделы, разделы Windows. Вот видно, что у меня винда занимает 100 гигабайт, свобод 3 занято, 56 свободно, ну или, грубо говоря, 56 процентов. Вот теперь то же самое я хочу показать вам, сделаем видимую кладовочку для винды. Значит, откроем G-Party, наш любимый, заведем пароль. И посмотрим. Значит, кладовочка для винды у меня находится вот здесь. Она пока у меня подсоединена, но если она у вас будет отмонтирована, то вам ее придется примонтировать, чтобы узнать к ней полностью путь-дорожку. Чтобы эту путь-дорожку мы могли, как говорится, определить. То есть, вот тут монтировать не указано. Я нажимаю пересканировать. Нажимаю вот здесь. И все равно, видите, не могу я здесь ее примонтировать. Иду сюда, нажимаю вот сюда. И виндата, вот она, спокойненько вот здесь вот появляется. Что нам остается сделать, это просто пересканировать теперь G-Party, да? Это разделчик. Вот путь-дорожечка к ней. Называется она Media User Win Data. Вот у меня десятка. Я ее беру, копирую вот этот разделчик. Вставляю. И меняю лишь фразу. W10 на виндата. Значит, ну, вот так вот я это дело выделяю. Иду сюда. Найти, пишу, W10. А тут мы напишем, вин, черточка, дата. И пусть она нам все и заменит. Вот таким образом она все это дело, значит, у нас поменяла. Нажимаем на сохранить. И получаем вот размеры кладовочки. 200 гигабайт. Почти что ничего на ней нет. Ну, 99% свободного. Я могу, значит, что еще здесь сделать? Сократить, значит, размеры вот между ними. Вот так вот сделать. Чтобы сильно места много не занимали. И вот все равно я все свои разделы вижу. У меня еще осталось парочек строку. Значит, вот первые две строки у нас получается, что правильные. Вот, на них все данные указаны. Затем, значит, мы еще можем проверить еще все дело по Gparti. Доводим User. Можем посвериться по Gparti. Ну, давайте посмотрим. Первый корневой раздел зацепился, пошел. Второй, Linux Data. Linux Data. Media User Linux Data. Media User Linux Data. Так, Win Data. Ага. А вот этот разделчик у нас, ну, понятно. А вот этот разделчик, во-первых, у нас назывался следующей. Десяточкой. И был он User. То есть, root, да, давайте. Опять-таки, вот у меня раз, два, три, четыре, пять разделов. Но я могу еще и вот этот вот раздел подсоединить. Ну, давайте еще раз проделаем вот такую штуку. Значит, корневой, кладовочка для Linux, винта, кладовочка для винды. Один английский. Ну, и давайте еще сюда воткнем еще вот, еще один разделчик. Только его мы сейчас подсоединим давайте. Вот, видите, тоже не монтируется. А мы пойдем, значит, вот сюда. И как он у нас называется? Копи. Вот оно. Примонтируем сюда. Освежим. Пометь ему. Так, Media User Copy. То есть, единственное, что мы сделаем, мы, значит, Media User Win 10 поменяем на Media User Copy. Вот таким вот образом пойдем. В замену. Media User Win 10. Здесь мы ставим Media User, а здесь заведем словечко. Copy. Теперь, значит, вот так все это дело выделим и заменить все. Закрыть. И вот здесь напишем тоже словечко. Copy. И сохраним. И вот у нас практически все разделы, которые я бы хотел иметь на своем экране, видимыми, скажем так, с одного взгляда, у меня они практически есть. Теперь вот я поубираю между ними расстояние, чтобы они выглядели более компактно. И нажму вот таким вот образом. Вот у меня практически получается, что я сразу вижу, значит, на оконочках все шесть разделов своего жесткого диска. И практически могу судить об их состояния, потому что я вижу, сколько всего, сколько занято, сколько свободно. И еще в процентах я вижу, сколько свободно. То есть вот у меня довольно-таки, скажем так, приличные ресурсы. Поэтому, значит, для тех, кто желает иметь информацию на своих коночках о состоянии разделов своего жесткого диска, вот это дело делается вот таким вот образом. Идете в конки, идете в редактирование. Только вот обращайте внимание, что кое-где бывает медиа-юзер, а кое-где бывает медиа-рут. Поэтому, значит, вот смотрите, по-разному все это дело бывает. Очень внимательно обращайте внимание на путь. А путь достигается вот таким вот образом. Очевидно, G-partied хорошо вся информация, как говорится, видна. Например, вот здесь вот я сейчас вот могу вот... У меня закомментировано так. Я могу просто сделать поменьше расстояние между вот... Так, вот тут могу даже, собственно говоря, сделать и пробел между ними. Вот, еще, так сказать, отделю интернет от раздела жесткого диска. Вот у меня, в принципе, гаджет, который я настроил по своему вкусу, настроил для себя. Вам я даю только, скажем, руководящий принцип, по которому это дело настраивается. Значит, самое главное здесь было, вот, найти, значит, не получалось, что у меня по интернету пришлось поискать. Путь, как правильно определять, чтобы подсоединять разделы жестких дисков. Вот таким вот образом. Посмотрите, поэкспериментируйте. Значит, ничего тут такого суперсложного нет. Можете сделать стоп-кадр, переписать себе там вот эту вот, допустим, строчечку небольшую. Так, вот, начинается она обычно с ковара и кончается баром. Вот, любую. Или здесь вот с коваром кончается баром. Вот. Здесь посмотрите сами, на что вам нужно поменять, и будет вам, как говорится, счастье. Смотрите, вот, дата. У некоторых она выглядит на экране сильно большой. Вот, посмотрите, как тут, значит, что можно сделать. Вот блок, написано, текст, число, месяц, год, день, неделя. Вот, в принципе, два блока, которые относятся, скажем, к данным по дате и времени. К примеру, вот я считаю, что у меня, допустим, великоват размер. Вот, допустим, давайте я на 5 пикселей сделаю его поменьше здесь. Здесь, это вот один вариант. А теперь, значит, здесь сделаю тоже на 5 поменьше будет второй вариант. И здесь, например, сделаю на 5 поменьше третий. И сохраним. И вот, посмотрите, значит, у нас стало все поменьше. И даже время как-то и побольше выглядит. Ну, выглядит побольше, значит, мы вариант уже знаем. На 15. Сохранить. И они, как бы, все в едином ансамбле, как говорится, укладываются. Вот таким макаром. Значит, а если день недели хотите, опять-таки, сделать побольше, ради бога. Вот, берете 20-очку. Выбираете, или, как говорится, издеваетесь, как вам нравится. Еще, значит, вот один блок, значит, часы, минуты и секунды. Вот я сейчас его отделю. Тут, значит, опять-таки, указан размер 42. А вот у вас тут стоит 40. А вы скажете, я хочу вот тут тоже сделать 40. Да ради бога. Взяли, подогнали, значит, у вас и число даты, и время, значит, идут в одинаковом размере. А, значит, ай, февраль, что-то там у меня с февралем, ну, не нравится, ну, вот, ну, маловато. Да ради бога. Взяли, поставили его на 20-очку. Вот он стал, видимо, покрупнее. А теперь, значит, вот получился большой пробел между информацией о системе. Значит, ну, здесь тогда вот возьмем, подтянем. Вот оно стало все, как говорится, на свое место, скажем так. То есть, понимаете, ну, цвета, допустим, вот посмотрите, Color 1, да? Это, значит, система, вот, система, да? Вот посмотрите, я сейчас поменяю, значит, Color 1 на Color, допустим, 2 сделаем, например. Тут, по-моему, до 4 цветов там можно менять. Вот так, вот так. Двоечку сюда. Лень уже сделать замену, просто вручную сделаю, ладно. Вот, посмотрите, значит, как поменялись, значит, в системе цвета. Не нравится. Вот, смотрите, были серенькие. А стали беленькие. Вот таким образом. Дальше, значит, например, само словечко система. Вот, видите, четвертым цветом. Первый и второй цвета мы посмотрели. Давайте посмотрим, какой цвет имеется для троечки. Вот, для троечки имеется серенький цветик. Пятерки, по-моему, они тут не дают. О, даю пятерочку. Можете сделать и зелененькой. Насчет шестерочки вообще не проверял. Давайте вместе с вами проверим. Все. Вот 5 цветов дается в наличии. Поэтому, допустим, если вам нравится вот этот колор, зелененький, то можете вот ставить его дальше. Сейчас покажу, как делать произвольные еще цвета. Вот, посмотрите. Сейчас я поищу по интернету, найду коды этих цветов и вам покажу. Вот, смотрите. В гугле набираете по-русски кодировка цвета. Идете в Википедию. И в Википедии, вот, посмотрите сюда. Видите самые различные цвета, которые, допустим, вам по каким-то причинам нравятся. И вы сравниваете и думаете. А я, допустим, хотел бы попробовать систему в желтом цвете. Для желтого цвета вот есть кодировочка вот такая. Вот вы ее берете самым наглым образом, копируете. Где у нас тут система? Вот. И вот сюда вместо Color 4 мы можем взять, значит, поставить вот этот цвет. И сохранить его. И что у нас получилось? Очень получилось, скажем так, прелестная штучка. Ее, допустим, мы можем опустить пониже центральный процесс фаталя-ля тополя. И так, пронимем его координаты. То есть, вот, понимаете, подобрать вы можете многое. Ну, допустим, посмотрите. Или вот, например, интернет. Вот четвертый цвет. Ну, а вот давайте сделаем его желтеньким. Ну, он как миленький стал у нас желтеньким. А вот свободное пространство разделов. Тоже как-то блекло там сидит. Ну, давайте посмотрим, где там оно у нас спряталось. Так, это уже жесткий диск. Так, это откачки. Вот, свободное пространство разделов. Значит, тут вроде бы стоит Color 4. Ну, давайте вставим вот так вот. Вот оно сразу заиграло, как говорится, нормально, желтым цветом. Хотите, допустим, файл подкачки каким-то там другим цветом выделить? Ну, так, а какие проблемы-то? Ну, допустим, есть там лимонно-желтый. В смысле, этот зеленый цвет есть. Можете вот таким его сделать. Лайм. Можете цианом сделать. Вот, например, вот таким. Взяли, скопировали. Ну, значит, вставили, например. Ну, что, файл подкачки. Ну, давайте посмотрим файл подкачки. Так, жесткий диск был закомментирован. Оперативная память. Вот, файл подкачки. Вот у него четвертый цвет. А вот ему давайте вот вставим вот сюда вот с большим приветом сделаем вот такую штучку. Вот он он, как миленький у нас взял и стал другого цвета. Оперативная память. А вот тоже вот я хочу, чтобы она была как-то там поярче. Да ради бога. Центральный процессор. Да, пойдемте на центральный процессор. Вот оно. Пошли на центральный процессор. Вставили. Сохранили. То есть, вот, понимаете, вы можете тут поиграться, как говорится, в сласть. И цветами, и также можно и размеры. Я вам показывал, как менять. То есть, вы можете создать свою индивидуальную иконочку. И плюс уже в конце можете, допустим, вот такую, допустим, фразочку вставить. Ох, я неправильно сделал, так. Отменить. Вот здесь, значит, мы сделаем так. Скопируем. Перед автором ставим колор. И тут ставим колор. А вот в этих колорах мы сейчас укажем какой-нибудь симпатичный цвет. Ну, я не знаю. Ну, давайте я вот возьму вот такой. Вот я скопирую его. И вот вместо цвета 0 попробуем поставить вот такой цвет. И вот такой. И нажать на сохранить. И вот посмотрите, какая у нас чудненькая получилась коночка, которая, как говорится, создана. И вы практически сами вот, пожалуйста, можете организовывать свое рабочее пространство по вашему желанию. То есть, можете подключать или отключать необходимые вам разделы, чтобы была информация о них. Можете менять цвет, размер. То есть, практически, ну, понимаете сами, да? Очень даже, как говорится, приличные возможности у системного, скажем, гаджета, виджета, конки. И которые теперь вы уже сами можете видоизменять по своему собственному вкусу. Причем вам и желаю дальнейших успехов. Всего доброго, всяких честных благ и до новых встреч.